На Руси гончарное искусство зародилось давно, много веков назад. В те времена наши предки тоже любили всевозможные праздники. Одним из самых главных было торжество, почитающее славянского бога солнца Ярилу. В этот день все участники кидали друг друга расписные шарики из глины и вовсю свистели в глиняные свистульки, чтобы отпугнуть злые силы. Видимо, тогда и зародились первые глиняные игрушки. Дымковская игрушка родилась в городе Вятки. Сегодня это город Киров. Пять столетий назад сюда, в Слободу-Дымково, на речку Вятку, царь Иван III приказал переселить жителей из северных регионов России. Среди них оказалось много талантливых мастеров гончарного дела, которые на новом месте стали заниматься игрушечным промыслом. В этом участвовали целые семьи от мала до велика. Одни добывали глину, другие лепили игрушки, третьи их обжигали, четвертые белили и разрисовывали. В 400 лет развивался дымковский промысел. За это время сложились свои образы и характерные рисунки. Ведь дымковская игрушка – это воплощение жизни в самых радостных красках. Сначала забавные игрушки с успехом продавались на ярмарке, которая проходила в честь весеннего праздника Свистуньи. Он устраивался через месяц после Пасхи и был посвящен памяти погибших в Хлыновском побоище в 1418 году. В эти дни проводились массовые гуляния. Жители Вятской губернии веселились, пели и плясали. При этом самым популярным музыкальным инструментом была яркая глиняная свистулька. В селе далеком жил гончар. Лепил горшки и крынки, и каждый месяц свой товар он продавал на рынке. Порой торговля плохо шла, и потому, как видно, семья его была бедна, что грустно и обидно. Гончар тот выдумщиком был, и из остатков глины свистульку как-то он слепил сынку на именины. Чтоб не соскучиться, сынок на рынок взял игрушку. Свистел весь день, но сколько мог, в отцову безделушку. «Продай свистульку сына мне», — сказал один прохожий. «Нет мне, нет мне, и мне, и мне, тут очередь похожа». Гончар заказов понабрал, во враг за глиной сбегал, пять дней лепил, не отдыхал, и сто свистульек сделал. Обжег свистульки он в печи, раскрасил их искусно. «Продам, куплю всем калачи, пусть детям будет вкусно». С тех пор торговля гончара пошла весьма успешно, жевала булки детвора и пряники, конечно. А через месяц вся семья взялась лепить игрушки. Жена, дочурки, сыновья и бабушки-старушки лепили кукол и коров, медведей и лягушек, лошадок, белочек, волков, собачек и кукушек. А их раскрашивать потом так стало интересно, что наполнялся светом дом, и было расчудесно. Они, подобные цветам, как радуга блестели, как будто в руки к малышам скорее попасть хотели. Потом за дело вдруг вселось и целое селенье, лепить игрушки принялось в селе все население, и жить все стали при рублях, никто не был голодный, вот так родился в тех краях и промысел народный. С тех пор уже три сотни лет в селе он процветает, а глины правильный секрет никто чужой не знает, и переходит ремесло в семействах по наследству, так работящее село на радость служит детству. Вскоре традиция изготовления расписных глиняных фигурок прижилась и получила широкое распространение. К началу XIX века свистульки из Дымкова завоевали любовь жителей всей России. В год производилось больше ста тысяч игрушек. Они продавались в столице и других городах. Основным материалом для производства дымковской игрушки стала местная глина ярко-красного цвета. Для получения мягкой массы глину тщательно перемешивают с мелким речным песком. Работать с такой глиной было не так просто. От тепла рук она быстро сохла. Приходилось лепить быстро и точно. Все фигурки лепят отдельно, а после собирают изделия из деталей, скрепляя их между собой жидкой глиной. Все соединительные швы аккуратно сглаживают до получения идеально ровной поверхности. Срок просушивания у игрушек разный. От двух дней до полутора месяцев в зависимости от размера и сложности. Далее фигурки обжигают в печи. После обжига игрушки покрывают двумя-тремя слоями белил и расписывают. Раньше вместо белил использовали мел, разведенный в молоке. А краски для придания им яркости и долговечности смешивали с куриными желтками и квасом. После раскрашивания поверхность изделия смазывали взбитыми яичными белками, что помогало придать им блеск. В качестве основных инструментов для нанесения рисунков вместо кистей использовали птичьи перья и тонкие заостренные палочки. В наше время для росписи дымковских игрушек применяются яркие анилиновые красители и мягкие кисти из натурального ворса. Рецепты хранились в строгом секрете. Из-за сложности работы мастерицы, изготавливающие дымковские игрушки, ценились на весь вес золота. Каждая вкладывала свое видение в дымковскую фигурку. Кто-то делал юбку пышнее, кто-то фигурку крупнее, другие выбирали краску потемнее. Каждая игрушка получалась уникальной и неповторимой. Мастерицы прятали друг от друга свои работы, чтобы они не были скопированы. Каждый цвет имеет свое значение. Белый символизирует чистоту, черный – ложь, зеленый – природу, красный – силу, здоровье. Узоры на игрушке – своеобразные обереги. Есть солнечные и лунные знаки, как символ зарождения жизни, ромбы – как знак плодородия, волны – знак неба и влаги. В качестве дополнительного декоративного элемента на готовый цветной узор наносятся мелкие капельки или ромбики из сусального золота. Поначалу формы фигурок были простыми – разнообразные животные и птицы, а также барыни в разноцветных пышных платьях и фигурки скоморохов в ярких одеждах. Постепенно появились фигурки сказочных персонажей, детей и представителей различных профессий. Для дымковских игрушек характерны бытовые сюжеты, мотивы праздников и народных гуляний. Одни дамы и кавалеры танцуют, другие катаются на карусели или лошадях, несут воду. Практически не встретишь фигурок с пустыми руками. То курица виднеется под мышкой, то собачка. Нянька с детьми или нянька-кормилица – один из самых популярных образов XIX века. Как и другие дымковские фигурки, он отражает обычаи и быт русского народа в те времена. Няньки с детьми изображают жительниц сел и городов, бравших на воспитание детишек с округи. Они частично или полностью заменяли детям родных мам, выкармливали их, воспитывали и передавали знания. Самой первой дымковской мастерицей, чье творчество стало широко известно и чей труд получил общественное признание, была знаменитая Анна Афанасьевна Мезрина. Родилась она в Слободе Дымково в семье кузнеца Никулина. С детства помогала матери Дарье Константиновне в игрушечном ремесле. Это мастерица, которая в 20-х годах XX века спасла промысел от вымирания. Ремесло перестало кормить и лишь она в то время в дымкове лепила и расписывала игрушки. Своими работами Мезрина заинтересовала двух своих дочерей и некоторых соседок, которые взялись за забытое мастерство. С ними вместе она вошла в 1933 году в арте «Львяцкая игрушка». В ее работах была видна приверженность к традициям старых дымковских игрушечниц, а ее творчество во многом определило дальнейшие каноны дымковского промысла. В 1908 году ее работами заинтересовался художник Алексей Деньшин, написавший о промысле и самой Мезриной несколько книг и статей. Он впервые разглядел в глиняных фигурках настоящее искусство, зарисовывал, изучал технологию, возил в музеи Москвы и Петербурга целые коллекции, а также создал три рукописных альбома. В годы Великой Отечественной войны ремесло почти забросили, но яркие фигурки с радостью покупали эвакуированные, и в 1942 году мастерицы снова взялись за работу. А спустя два года Всесоюзное товарищество «Художник» определило статус дымки как экспортный. На сегодняшний день дымковская игрушка является предметом гордости мастеров и визитной карточкой всей Кировской области. Трудно переоценить историко-культурное значение данного народного промысла, который наглядно демонстрирует творческий потенциал жителей Вятского края. В 2010 году в центре Кирова была установлена скульптурная группа «Семья», созданная в соответствии с классическими канонами изготовления дымковской игрушки. Эта группа состоит из мужчины с гармонию, барыни в пышной юбке с младенцем на руках, ребенка со свистулькой, а также небольших фигурок собаки и кошки. А в местном театре идет балет «Дымковская игрушка». Если случится вам побывать в столице Вятского края, обязательно загляните в музей дымковской игрушки, в экспозиции которого насчитывается более 700 оригинальных глиняных фигурок. Совсем скоро, в 2024 году, город Киров будет отмечать свое 650-летие. К этой дате планируется раскрасить в дымку 30 исторических зданий. Представляете, город будет как игрушечка.